МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В администрации муниципалитета прошло вручение паспортов юным жителям. Я от всего сердца желаю вам, и родителям, и детям успехов. Мобильный офис Мособлгаза посетил деревню Слобода. Нам председатель прислала повестку, что сегодня будет собрание по поводу газа. Творческие люди Ленинского городского округа принимают участие в литературно-музыкальном марафоне. Поддержим победу, Тебе я приеду на горячем боевом хаме. Вручение первых в жизни паспортов в торжественной обстановке – недавно зародившаяся традиция. Несомненно, благодаря праздничной атмосфере этот день молодые люди запомнят на всю жизнь. Шесть юных жителей Ленинского городского округа получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. На этот раз напутственные слова ребятам произнесла заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Я от всего сердца желаю вам и родителям и детям успехов, чтобы все задуманное, чтобы все ваши планы, ваши мечты свершались. Ребята, самый главный помощник – это, конечно, труд, честь и совесть. Вместе с главным документом молодые люди получают новые возможности. Но они не должны забывать и об ответственности, которую теперь несут за свои поступки. Впереди у ребят окончание школы, выбор профессии, поступление в высшие учебные заведения, взрослая жизнь. Уже сейчас они задумываются о своем будущем. Интересуют меня компьютеры, программы создавать. Хочу стать учитель информатики. Поддержать Александра пришла вся семья. Для них это действительно важный день. Получение паспорта – это событие, так же как в скором будущем незаметно подойдет первое голосование уже, потому что он стал гражданином уже официально. Ну, какая-то гордость испытываю, естественно. Родители юношей и девушек отмечали, что когда первые паспорта получали они, таких церемоний не было и все проходило гораздо скромнее. Мою дочь зовут Таисия. Сегодня поздравили ее с получением паспорта. Поздравление было просто шикарное. Нам очень все понравилось. Спасибо огромное тем, кто организовал такой прекрасный праздник. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мобильные пункты газификации продолжают объезжать Ленинский городской округ. На этот раз сотрудники Мособлгаз приехали в деревню Слобода для того, чтобы рассказать о новом порядке оказания услуг, а также заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Все подробности в нашем следующем сюжете. С 1 сентября 2023 года Московская область перешла на новую схему технического обслуживания газового оборудования. Теперь услугу будет предоставлять только Мособлгаз. Сотрудники организации будут выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. Сейчас после вступления 71-го закона в силу, Мособлгаз сделал на себя ответственность разъяснять абонентам, зачем это нужно, и все-таки привлекать их к проведению технического обслуживания. Все сделано для удобства граждан. Теперь им не нужно приезжать в офис, достаточно позвонить по телефону, либо обратиться через личный кабинет и заказать техническое обслуживание газовых приборов. Мастер приедет в удобное время и проведет необходимые работы. Кроме того, можно обратиться в передвижной офис Мособлгаза, как это сделала жительница деревни Слобода. Нам председатель прислала повестку, что сегодня будет собрание по поводу газа, какие-то новые договора, вот я подъехала. Сотрудники территориального отдела «Картинский» встретились с коллегами из Мособлгаза по вопросам, которые связаны с голубым топливом. Жителям стоит помнить, что бытовой газ – источник повышенной опасности. Необходимо соблюдать все правила использования. Повестили жители, то есть, ну вот ждем, надеемся, что люди придут сознательно, потому что это наша безопасность, безусловно, всех. Планируется, что передвижной пункт объедет все дальние точки муниципалитета. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В пожарной части прошла экскурсия для учащихся Видновского художественно-технического лицея. Ребятам рассказали о важности профессии и обучили правилам безопасного поведения в быту. Подробности в сюжете Инги Янчук. Оставляем все свои дела, чем бы мы ни занимались, садимся в машину и выезжаем. Дежурный караул должен выехать за 40 секунд. Экскурсия для учеников Видновского художественно-технического лицея в пожарную часть была организована местным отделением движения первых и стала для них интересным и познавательным событием. Детям рассказали о специфике отважной профессии, а также объяснили, как себя вести и что нужно делать при возгорании. Во время экскурсии, когда позволяет погода, мы выходим с детьми на улицу, поджигаем у нас специальный спротив со специальной горючей смесью, поджигаем, учим детей и учителей элементарным азамом работы с огнетушителем, как подойти, с какой стороны подойти и порядок действий. Экскурсия в пожарную часть была приурочена ко дню отца, который отмечали недавно. Мы решили показать им вот такую мужскую профессию. Наверняка много у кого папы работают пожарными, поэтому ребятам будет и интересно, и полезно это увидеть. И они могут провести день в компании настоящих мужчин-защитников нашей Родины. Показать, как выглядят мужские профессии, чем занимаются папы и мужчины, охраняя покой нашего города и, соответственно, детей. Школьники с интересом впитывали новые знания и делились впечатлениями от увиденного. Я много чего узнал про пожарных, посмотрел, что находится в машинах, как пожар тушат, узнал некоторые случаи интересные. У детей все откладывается в голове, они это все запоминают. И я надеюсь, самое главное, в экстренной ситуации это они все применят. Не дай бог, конечно, но они знают, как поступить. Благодаря экскурсии ребята с пользой провели свободное время. Познакомились с людьми, для кого спасение человеческих жизней – ежедневный труд. А также узнали правила противопожарной безопасности. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Творческие люди Ленинского городского округа принимают участие в литературно-музыкальном марафоне «Не меркнуть подвигом в веках». По условиям конкурса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, необходимо предоставить видеозапись своих выступлений в Оргкомитет. С участниками встретилась Наталья Буслаева. Для участия в творческом марафоне, который проводится к 80-летию Великой Победы, методист историко-культурного центра Наталья Замарина подготовила два произведения – Ларисы Фелисион и своего собственного сочинения. Автор проекта «Стихи живут повсюду» рассказывает, что не могла пропустить такое мероприятие, ведь для нее это возможность высказать свои чувства. Не могла не принять участие в номинации, посвященной Ольге Павловне Кубышкиной, которая великолепно знала русскую поэзию, прекрасно читала стихи и очень тепло относилась к моему творчеству. Для марафона участники подготовили поэтические и музыкальные произведения, прославляющие героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Но мы сильны и сможем сражаться до конца. Кирка с лопатой – тоже оружие бойца». Многие конкурсанты – постоянные участники различных творческих мероприятий Ленинского городского округа. И в репертуаре каждого есть произведения на тему Великой Отечественной войны. «Поддержим победу! Тебе я приеду на горячем боевом хаме». «Решили принять участие в этом конкурсе, потому что нам эта тема очень близка. У меня отец – фронтовик с наградами, с орденами, с медалями». «Каждая семья нашей России связана с этим праздником. И мы, что можем, несем, людям напоминаем и чтим своих предков». Главная цель конкурса «Не меркнуть подвигом в веках» – это сохранение исторической памяти о подвиге защитников Отечества через творчество старшего поколения Подмосковья. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие субботу и воскресенье. Итак, в Центральном парке города Видное в субботу в 12.00 начнется развлекательная программа «Уличный вкусный искусный». Здесь вас ждут фотовыставка, мастер-классы и фудкорт. В ДК «Буревестник» села Молокова пройдет фестиваль пирогов «Вместе вкуснее». Приходите отведать сладостей в 12.00. В историко-культурном центре концерт вокального ансамбля «Надежда». Известные романцы в программе под названием «Зачем мы перешли на ты?» Начало в 13.00, вход свободный. Гитаристы Ленинского округа и участники клуба «Гитара» и мы под руководством Дарьи Денисенко покажут свое творчество во Дворце культуры Видное в 15.00. Внимание, вход платный. А 22 октября в воскресенье в библиотеке села Молокова интерактивная программа в 11.30 и мастер-класс в 15.00 для детей от 4 до 7 лет. Стоимость – 1000 рублей. Хороших вам и приятных выходных! На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания!